Всем привет! У меня тут комментарий такой был. Подскажите, какую камеру можно взять для съемки, так, чтобы побольше памяти было и чтобы она была поменьше с габаритами. Ну вот, сейчас я вам покажу. Вот моя старенькая камера. Вот она нам. Вот смотрите, как она выглядит. Вот она вот такое название имеет. Вот, видите? Вот. Значит, она не очень дорогая, ну не помню сколько. Потом возьмете вы и в интернете наберете, и там и цены, и все найдете. Значит, она чем хорошо? Она вон маленькая, видите какая? Маленькая-маленькая. Потом я для нее сделал вот такую коробочку, баночку, вот эта труба, вот. Из Плекса. Она, это светильники были такие тут. Вот туда вставляешь вот так, а эта вот крышечка, вот, видите? Жакей, кофе, 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 вот. И все, вот ее на шею себе вешаешь и пошел. И она места нисколько не занимает. А вот это вот у меня, вот эта штука, вот она так снимается. Вот, а здесь запасной аккумулятор вниз еще ложил. И потом так вот раз его, и все, когда нужно, запасной аккумулятор. Вот они, они, аккумуляторы запасные, можно их выписать сколько угодно. Вот, вот такая вот она. Значит, аккумуляторы вставляются вот так. Вот берем, вот так вот, и вот. Это аккумулятор, так, где он там, как его. Вот так. Все, и мы его вставили. А вот тут вот карта памяти. Вот видите, вот она. 16 гигабайт у меня тут стоит. В общем, этих карт памяти вы можете хоть 10 штук с собой таскать. И аккумуляторов запасных. Вот так, что вам надолго хватит. Вот здесь ее на штатив можно прикрутить. И больше тут ничего нету. Ничего нету. Вот. Ну, тут есть еще вот на то, чтобы это, подключить ее к телевизору, к монитору, можно. Значит, зарядку тут внешнюю можно, в общем. А зарядка внешняя у нее, а питание внешне, вот оно где подключается. И она же заряжает. Вот. Вот сюда вот она. Вот так что вот. Значит, у ней есть зум. Вот туда-сюда вращаем, вот так, зум. Приближение, удаление, так сказать. И вот кнопка пуск. Нажимаем и снимаем. Вот так можно и вот так. Можно просто так держать. Она кукарекает. Видите, как включается, она кукарекает. Проверьте шторку объектива. Вот она, шторка тут объектива, она закрывается. Вот видите, вот он объектив вот здесь. А вот у него тут такая вот ручка. Раз, и вы ее открыли. Вот если не открыли, значит, она пока... Микрофоны тут стерео. Вот один, вот второй. Очень чувствительные они. Очень-очень. Прямо буквально вот в лесу там где-то птички чирикают. Все пишет она. Но плохо то, что она все шум, чуть ветерочек, все загудело, зашумело. Вот насчет этого плохо. Очень-очень даже плохо. Никакого ветра она не дюжит. Шумит сильно она. Если вы левша, то вам, может быть, удобнее будет так. Значит, тогда вы вот так берете ее. Вы хоть так, хоть так вы его... А вот показывает, что аккумулятор уже сел. Сел аккумулятор. Сто лет не заряжался. Вот сейчас я его вынул. У меня еще есть. Не знаю, этот живой или не живой. Ну, в этом чуть-чуть-чуть есть заряда. Ну, ладно. Вот. Ну, в общем, вот так. Она недорогая сравнительно, эта камера. Ну, потом я приобрел другую. Вот. И вот той, другой снимаю. Сейчас я вам покажу, какая. А эту? Этой буду сейчас снимать. Она сейчас снимает как раз у меня та камера, которая у меня основная. Вот. Она побольше. Но все равно она небольшая. Вот такая вот она, эта камера. Вот тоже так же у нее и все. У нее есть сменные и есть аккумуляторы. Ну, тоже так же, как у этой. Вот основной аккумулятор, с которым она продавалась. Вот она. Вот она вставляется тут легко. Вот. А этот дополнительно более мощный аккумулятор. Карта памяти у него вот здесь вставляется. Вот так ее раз и вынимаем. Вот. 32 гигабайта она. Ну, они, какие покупать карты памяти, они по скорости различаются, по классам. Вот я уж тут не помню, какой это у меня класс. Ну, в общем, там в инструкции, когда вы ее купите, там все написано. Вот так вставляете ее и все, и она закрывается. Значит, у нее тоже так же. Вот. Открываем. Тут вся, он сенсорный этот экран. Вот тут все режимы, все переключать можно здесь. Здесь у нее есть микрофон, сюда можно включать. Значит, здесь есть наушники, можно включать для того, чтобы слушать, что там, как он пишет. Вот сюда вот наушники включаются. Это фильтры сменные какие-то. Вот это от ультрафиолета вот этот цветофильтр. Он нужен для того, чтобы сюда грязь всякая не летела. А так он вроде ни к чему. Вот. У него тоже закрывается вот этот. Когда открываем, вот она сейчас. Вот видите, она открылась. Значит, этот цветофильтр сюда навинчиваем для того, чтобы не было грязи. Вот. Но цветофильтр иногда надо обязательно отвинчивать, потому что у него здесь есть источник освещения. Вот он, вот светодиодный. Вот. Значит, тут в меню входим, значит, и включаем его. И он будет либо автоматически включаться в зависимости от освещенности. Вот. Либо постоянно будет гореть. В общем, там разные режимы есть. Так вот, когда светофильтр будет вот тут накручен, вот, то он будет светить. И будет вот этот блик на стекле и туда. В общем, будет, в общем, всё, один брак сплошной. Вот. Поэтому его надо убирать, когда пользуетесь вот этим дополнительным освещением, вот этим внутренним. Значит, микрофонов тут. Вот они, они микрофоны. И они закрыты фетром. То есть, он от ветра защищён. Ну, не полностью защищён, но значительно, не то, что у того, у той камеры. Но и за счёт этого чувствительность микрофонов у него низкая. Поэтому всё, что пишется, всё с малой громкостью потом приходится прибавлять. Вот. Значит, тут есть режимы ручные. Все установки вот тут нажимаем, значит, и можно тут этот самый фокус наводить вручной. В общем, тут зум у него очень хороший, 20-кратный оптический зум. Значит, зум вот этой ручкой регулируем. Есть режим просто фотографировать, как фотография. Притом, что интересно, вот это нажимаем, и он фотографирует. Съёмка вот ведётся вот этим, этой кнопкой. Здесь у нас для того, чтобы на штатив его прикручивать, я сделал вот такой вот. Это из стеклотекстолита. И вот туда его кидаем. Вот это крышка от Кофе. Кофе, Кофе какой это было. Вот она так вот. Ну и всё. Вот он уже такой замызганный, грязный-пригрязный. Вот. Ну, видно, что рабочий. Вот так вот его на шею вешаешь и пошёл. Знаю, что по кустам где-то шибанёшь, ничего страшного не будет. Вот она уже, крышка эта сломалась. Вот она уже тут у меня изолентой замотана. Вот здесь у меня был этот поролон приклеенный, для того, чтобы он там не болтался. Вот. Но у меня есть внучка, которой всё надо ей. Она так раз её, культурненько вырвала его. Поролон этот вот. Ну, а что теперь поделаешь? Ну, вот так вот. Вот там он тоже был. Ну, вот куда-то потерялся. Ну, в общем, вот так. Ну, значит, как она называется, камера? Вот смотрите, как она называется. Значит, HCV760. А сейчас новую выпускается. 770 камера. А в ней сделана дополнительно ещё одна камера. То есть, вы вот вперёд снимаете. Вот. И тут ещё камера, для того, чтобы вас самих снять. Вот так вот. Не знаю, зачем это надо. Потом у него есть Wi-Fi. Так, что там. Или Bluetooth. В общем, какая-то пакость там такая есть. Вот. И тут ещё что есть? Ну, как аккумулятор снимать? Это очень просто. Вот это вот нажимаем. И всё. И вот он. Сняли мы его. Вот. Вот тут можно вставлять адаптер. Адаптер. Сейчас я вам покажу, где-то он у меня тут валялся. Вот эта вот штука, вот этот башмак этот. Вот он сюда вставляется. Вот так. Потом вы можете вот сюда вставить микрофон. Микрофон. Потом вот тут вот так закрепить его, чтобы он не вывалил за вас. Вот. А потом вот этот вот шнурок этот вот воткнуть сюда. И будет у вас... Ух, красота какая! А для того, чтобы его вытащить, вот этот адаптер, вот тут вот есть такая штучка. Раз, и вынули. Вот. Понятно. Так. Значит, что тут ещё можно на этот адаптер нацеплять? Сейчас я вам покажу, что мы ещё нацеплять. Вот такую я штуку самодельную сделал. Во. Вот видели как? Вот она вот сюда вставляется. Правда она тут не фиксируется так, чтобы не выпасть. Но она и так не выпадет. Вот. А потом берём вот этот фонарик. Вот такой. О, потом вот так вот его. И сюда его. Так. Вроде как так. А, во-во-во-во. О, видели как? Шедевр, шедевр. Ну, я показывал уже где-то в каком-то фильме как. А это резиночка. Это у внучки отобираете, чтобы ей в голову там волосы не обязательно обойдётся. Вот. И всё. Вот, пожалуйста. Вот. И подсвечивается. А так как у неё вот этот зум есть, вот. Зум. Вот. То, значит, можно там сделать так, как вам хочется. И всё. И она, ой, как освещает. Так хорошо. Где-нибудь по пещерам лазите и вот. И освещаете всё это. Вот. Понятно, да? Значит, вот сюда она вставляется в задницу ему. Так. Потом есть ещё вот такая вот ручка отдельно на Алиэкспрессе покупаете. Дорогучая, придорогучая. Ну, она нафиг не нужна, но совершенно. Зато она какая красивая. Я её выписал и ни разу ей не пользовался. Ну, в общем, вот. Не знаю, зачем она мне сдалась. Вот. Ну, вот так можно. Видали? Вот. Вот так ходите, значит, вот. И так с деловым видом. И снимаете с этой срочкой. Вот. Ну. Так. У этой камеры есть стабилизатор. Очень даже хороший. Вот с той камерой я на ходу вот так вот идти и снимать невозможно. Там всё крутится. А с этой нормально. Ну, конечно, надо стараться держать её, чтобы ровненько. А особенно вот на машине, когда едешь, ты прямо в лобовое стекло вот так и снимаешь. И всё чётко. Прям, ну, чётко вот этой камеры. А то и нет. Дисплей можно поворачивать вот так, если вам нужно смотреть удобнее. Можно вот так. Это вот где-то на вытянутые руки вверху подняли. Там, где народу много надо снимать. И вы так снизу смотрите на это дело. Режимов очень-очень много. Очень много. Поэтому я тут обзор делать не буду. Я когда-то с этими режимами разобрался. А потом они вроде как особо не нужны. Так иногда начинаешь вспоминать. А о, нашёл, вспомнил. Ну, слава богу. А так, это и есть инструкция. Там в инструкции всё вот это сказано. Как и чё включать в меню, куда входить. Куда входить, куда выходить. Вот. Ну, в общем, и всё. Чё тут? У него зум двухрежимный. Есть оптический зум 20-кратный. И можно включить, что вы будете приближать до 20-ти крат и дальше. Дальше там уже будет цифровой зум. Ну, цифровой, как известно, вон, качество ничего хорошего не даёт. Вот эта камера оптимальная. Оптимальная так. А, ещё одна есть у меня камера. Сейчас покажу вам. Да, между прочим, ей тоже можно снимать. Даже и неплохо, в общем, снимает она. Вот 4К у неё тут написано. Вот дисплей у неё тут. Сзади есть всякие приспособы для того, чтобы её на голову одевать, на шлём, на грудь, на весло, если вы так думаете, где-то грести там. В общем, разные режимы есть. Она и фотографии делает, значит, и фильмы снимает. Вот эти две коробочки у них есть разные. Одна коробочка, вот эта вот она, это герметичная, то есть она вот в этой самой, можно и под водой снимать. Вот, а есть такая же коробочка, вот, но она с отверстием, потому что микрофон-то тут не услышит ничего, когда вы идёте, что-то там разговариваете, ничего не слышно. А в той коробочке есть отверстие, для того, чтобы я микрофон слышал. У меня такого нету, портить я её не буду ради этого. Вот так вот он закрывается. Ну, под водой я снимал, там где-то есть фильм, как я там Налимов это ловил. Ну, в общем, и всё, товарищи, я думаю, я вам ответил на ваш вопрос. Так что вот рекомендую вот такую камеру, братан, дороговатая, да-да-да-да, ну а чё поделаешь? Вот. Ну, а размеры, ну, видите, какая вот эта. Я сейчас уже даже вот этой не пользуюсь, вот, а так в карманы я запихнул, и всё. Главное, чтобы вот этот был, вот, чтобы туда ничего, эти семечки и крошки не попадали. Ну, ладно, большое спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на мой канал, всего вам хорошего, пока.